В римской армии существовало два основных типа солдат. Легионеры граждане Рима, а ауксилии нет. Каждый должен обеспечить себя обмундированием и принести клятву верности императору. Легионеры объединялись в отряды пехоты по восемь человек-контубернии и жили под одной крышей. Новобранцы занимались черной работой до тех пор, пока не получат должность специалиста. Десять контуберний формировали Центурию с собственным знаменоносцем, командиром караула, заместителем Центуриона и Центурионом во главе. Шесть Центурии формируют Когорту, а десять Когорт с небольшим конным подразделением Эквитес Легионис составляли крупнейшую боевую единицу римской армии Легион. Символ Легиона Римский Орел на Перекладине находился у знаменоносца. Когорты были пронумерованы от первой до десятой. Первая Когорта самая большая. Пять удвоенных Центурий. Их Центурионы командиры первого ранга. А главный над ними преми Пилл. Или командир первой колонны. Он может быть повышен до префекта лагеря, ответственного за поддержание боеготовности Легиона. Над префектом лагеря стоят шесть штабных офицеров трибунов. И командир всего Легиона – Легат. Время он является членом Сената. Одним из шестисот человек правящей элиты. Но в походе он командует своими шестью тысячами легионеров, каждый из которых гражданин Рима. Легионеры составляют костяк римской армии, в то время как люди без гражданства или ауксилии формируют свои когорты. Штат специалистов собирают по всей империи. Дабы использовать свои таланты и умения на благо Рима. Одной из специальностей была верховая езда. Существовали конные полки Алла, несколько усиленных конных подразделений, включая британский полк Алла Петриана. Существовали частично конные когорты. А некоторые когорты ауксилии были аналогичны пехотным когортам легионеров. Но сходства заканчиваются на уровне когорт. Ауксилии не входят в состав более крупного подразделения. Нет легиона и нет легата во главе. Вместо этого у каждой когорты свой командир, управляющий этим более мобильным формированием. По истечении 25 лет службы солдат ауксилии получает достойное вознаграждение. Участок земли, пенсию и все права гражданина Рима для себя, своих детей и последующих поколений. Прийверт Дайдер.